Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН продолжает новости Анап-регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Медицинская помощь для жителей микрорайонов города становится ближе. В филиале поликлиники теперь будут вести прием участковые терапевты. Имя Кубани, одним из номинантов поисково-просветительской экспедиции, стало «Напчанин». Оказать помощь тем, кто в ней нуждается, просто. В Анапе открылся первый официальный гуманитарный склад. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники печатных средств массовой информации. Эту дату анапские журналисты встретили необычно. Незабываемая поездка в село Джигинка на молочный завод. Традицию таких некабинетных встреч с представителями СМИ увел несколько лет назад глава Анапы Сергей Сергеев. Она очень понравилась журналистам, ведь предназначение их профессии – открывать читателям и зрителям новые имена своих земляков, знакомить с предприятиями, приумножающими экономический потенциал муниципалитета. ООО «Россия» – предприятие молодое. Ему идет всего шестой год, но оно уже уверенно стоит на ногах. Из молока, произведенного на собственной ферме, здесь делают сказочно аппетитную, натуральную и полезную продукцию. Йогурт, кефир, масло, творог, сливки, ряженку, мягкий сыр. Главный технолог России Вера Эмирова вместе с Федором Янишогло провела для журналистов экскурсию по цеху, где как раз проходил процесс переработки молока и производства творога. Предприятие поставляет свою продукцию, кстати, отмеченную знаком качества, в здравнице курорта, где ее по достоинству оценивают жители всей нашей большой страны, а также в несколько фирменных магазинов в городе. После знакомства с технологическим процессом, работников и ветеранов СМИ пригласили за необычный праздничный стол. Тосты за день российской печати поднимали в стаканчиках с йогуртом и молоком. Самого прекрасного вам, вашим семьям, работайте так же. Можно лучше, можно хуже, но работайте от души. Когда с полным сердцем, с чистым сердцем, тогда легче и работается. От имени главы курорта Сергея Сергеева собравшихся поздравила его первый заместитель Анжелика Бузунова. От того, как вы освещаете события, которые происходят в нашей жизни, в жизни нашего города, в жизни наших граждан, зависит очень многое. В этот день желаю вам здоровья, здоровья вашим семьям, счастья, удачи и, конечно же, профессиональных успехов. За плодотворную совместную работу журналистов поблагодарил заместитель главы курорта Александр Колесников. Говорили в этот день о многом. О том, что зачастую в отрасли сельского хозяйства трудятся люди очень скромные. Такие, как сотрудница предприятия Олеся Курус, участвовавшая в конкурсе «Самая красивая доярка Кубани». О том, что работа в сельском хозяйстве требует большой самоотдачи, но и результаты приносит достойные, если посвящаешь ей всего себя. Жаль, сельские профессии не пользуются популярностью. Несмотря на приличные зарплаты, жители хуторов и станиц предпочитают искать работу в городе. И вакансии трактористов и доярок – дело уже привычное. На прощание журналисты от всей души поблагодарили гостеприимного хозяина за прекрасный праздник. И пожелали ему и всему коллективу предприятия только одного – процветания и новых уверенных перспектив. День российской печати учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации в 1991 году. Он связан с исторической датой, началом издания первой российской газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого 13 января 1703 года. У «Анапских газет» может и не столь долгая, но не менее интересная история. Кстати, старейшая газета нашего города «Анапское Черноморье» в следующем году будет праздновать вековой юбилей. Секретами мастерства и планами на будущее с нами поделились руководители ведущих печатных СМИ «Анапы». Сегодня в нашем городе выходят пять газет с общим еженедельным тиражом в 60 тысяч экземпляров. У каждой своя аудитория, но неизменно одно – все они рассказывают об «Анапе». Рожденная в непростые 90-е, тезка курорта и сегодня на волне. Газета «Анапа» выходит два раза в неделю. Главное, что здесь удалось сохранить, по словам главного редактора, так это независимый взгляд на происходящие события. И наши журналисты великолепно с этим справляются. Мы слышим звонки от наших читателей, люди приходят в редакцию со своими проблемами, мы их пытаемся разобрать, эти проблемы решить. И это доверие людское нам очень дорого. У Черноморки, которая входит в крупнейший в нашем городе медиахолдинг 39-й канал, схожая судьба. Начинали, как и многие, во время перестройки. Верный выбор редакционной политики в самом начале помог прочно занять место в топе самых популярных газет «Анапы». Были жаркие споры, как газету сделать интереснее. Мы пошли по нише, заняли совсем другую нишу, свою, никем не занятую. Это у нас сенсации, скандалы, журналистские расследования. Самые интересные новости – спорт, футбол, прежде всего, поскольку я фанатик, скажем так, местного футбола. Самые интересные новости и, конечно, истории любви, которые очень популярны у наших читателей. Старейшая газета «Анапская Черноморья». В феврале следующего года она отметит 100-летний юбилей. История этого издания – история самой «Анапы». Основателем и первым редактором был председатель «Ревкома» Павел Протапов. Сегодня на улице, названной в его честь, располагается редакция газеты. Два бывших руководителя – Василий Ткаченко и Марина Шапира – удостоены звания «Почетный гражданин города-курорта». Многократный победитель и призер всероссийских и краевых конкурсов. Коллектив «Анапского Черноморья» и сегодня с уверенностью смотрит в будущее. Впереди у нас юбилей, причем большой, 100 лет через год газете «Анапская Черноморья». Хотелось бы подойти к этой дате во всех отношениях подготовленными. Как с точки зрения экономики, так с точки зрения киража, с точки зрения качества газеты, полиграфического исполнения и так далее. Мы будем к этому стремиться и стараться, но с помощью наших читателей, которые остаются верными нашей газете на протяжении некоторых даже десятилетий, если не сказать большего, я думаю, что мы будем двигаться вперед. Каждая газета «Анапы» уникальна. У каждой есть свой верный читатель. Несмотря на все трудности, которые сегодня испытывают издания, они продолжают выходить. А их печатное слово – радовать хорошими новостями и помогать в трудную минуту. Детские сады – предмет пристального внимания главы города. Их нужно строить новые, реконструировать старые, вносить предложения в развитие существующей базы. Поэтому знакомство с детским садом «Колобок», одним из самых старых детских садов города, прошло в рабочей обстановке. Визит Сергея Сергеева и первого заместителя главы Анжелики Пузуновой на территорию маленького детского учреждения был предельно коротким и деловым. Глава города проверил, как охраняется детское учреждение. Осмотрел группы, ведь дошкольное заведение с 52-го года ни разу не перестраивалось. Это у вас и пищеблок здесь, да? Да, пищеблок. Свой? 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 Ну, ничего ниоткуда не везет. Все готовится здесь, да? Садик хороший, маленький, хороший. Уютный, да. Ну, такой деревянный, уходили, ну, дорогое, дорогой, колобок. На фоне многоэтажек, взявших кольцо маленький детский сад, он все же выглядит уютным и добрым. Детворе здесь комфортно. А главу города интересовало, как организовано питание, сколько детей посещают группы. Все наблюдения, в копилку мысли о том, как помогать таким детским садам выходить на современный уровень развития. Имя Кубани, так называется поисково-просветительская экспедиция, приуроченная 80-летию Краснодарского края. Одним из номинантов в категории «Молодое имя Кубани» стал Андрей Коробков, руководитель поискового отряда «Черномор». Интерес к истории своей страны у Андрея Коробкова начался с рассказов дедушки о Великой Отечественной войне. Когда он стал старше, увлечение переросло в идею самому заняться поиском захоронений погибших солдат. С течением времени появились и единомышленники. Мы занимаемся поисковой работой с 2010 года, то есть поисковый отряд «Черномор» получил решение самостоятельно вести поисковые экспедиции. Но за это время было проведено больше 600, наверное, поисковых экспедиций самостоятельно. Также мы выезжали работать в Темрюкский район, поисковому отряду «Тамань». Принимали участие в всекубанских, всероссийских вахтах памяти. Ну и за 400, наверное, человек у нас уже перевалило, которых мы нашли и обнаружили. То есть количество более 400 бойцов. По словам Андрея, поисковое движение сейчас набирает обороты. В архивах, с помощью интернета, ребята из клуба «Черномор» ведут поиск сведений о местах захоронений солдат Великой Отечественной, оказывая помощь анапчанам, не имеющим данных о своих близких, погибших в Великой Отечественной войне. Мы работаем со школьниками, проводим уроки мужества, показываем фильмы о поисковой работе, также показываем выставку, которая состоит из экспонатов, которые были найдены в ходе поисковой работы. Ну, проводим лекции, семинары, скажем так, по поисковой работе. Когда мы приезжаем куда-то в школу, дети относятся скептически, боятся подойти, посмотреть, спросить. Но все равно интерес берет свое, потому что мальчишкам интересные макеты, ружья, и они видят на фотографии, как мы выезжаем. То есть мы вставляем еще фотоотчеты наших экспедиций. Ну, естественно, подходят, интересуются, спрашивают, рассказывают какие-то свои семейные истории, которые рассказывали им их дедушки, прадедушки. Ну, ведем патриотическую работу, очень многие хотят к нам присоединиться. В конце прошлого года Андрей со своим отрядом принял участие в раскопках в Темрюкском районе. Здесь обнаружили захоронение 97 бойцов Красной армии. Их удалось найти благодаря рассказам местных жителей. А то, что его номинировали в эту поисково-просветительскую экспедицию, признается Андрей, так это заслуга всего отряда. Медицинская помощь становится ближе. Теперь консультацию терапевта жители микрорайонов смогут получить в филиале городской поликлиники. Когда участковые терапевты начнут прием по новому адресу и в какие часы будет работать филиал, мы узнали у заместителя главного врача городской больницы города-курорта Анапа Елены Паркиной. С 16 января 2017 года у нас врачи-терапевты участковые, которые работают во втором терапевтическом отделении, переводятся в филиал поликлиники Ленина-131. Данная необходимость была очень давно. По просьбе населения в связи с производственной необходимостью, все жители 12 микрорайона, 3А, 3Б микрорайона будут теперь обслуживаться в филиале. Это нужно для того, чтобы приблизить медицинскую помощь. Отделение профилактики номер 2, там, где клиенты проходят медицинский осмотр, они переезжают на третий этаж поликлиники. Поэтому медосмотры там проводиться не будут. Только лечебно-диагностические мероприятия. Это первый момент. И второй момент. Режим работы врачей будет установлен таким образом, чтобы пациенты приходили в течение всего дня. С 8 часов до 19 часов. Забор крови будет осуществляться в первую половину дня с 8 до 10. И туда еще мы организовываем в филиале прием врача-невролога и прием врача-нарколога. Всю информацию по работе филиала поликлиники вы можете получить по телефону регистратуры 50253. Телефон вызова врача на дом 54481. И к другим темам. В Анапе открылся первый официальный гуманитарный склад «Каритас». В октябре прошлого года Синаидальный отдел по церковной благотворительности объявил конкурс на создание патриарших гуманитарных складов по всей территории России. В числе победителей оказался Анапский храм преподобного Серафима Саровского. После капитального ремонта помещения и необходимого технического оснащения склад начал свою работу. Сегодня состоялось его торжественное открытие. В храме преподобного Серафима Саровского этим утром жителей и гостей города встречал хор воскресной школы. Сегодня здесь настоящий праздник. Из нескольких сотен храмов со всей России всего 52 прихода выиграли конкурс. Анапский храм в их числе. Грант в полмиллиона рублей пошел на создание гуманитарного склада. Здесь многодетные и малообеспеченные семьи, а также жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить гуманитарную помощь. Сегодня мы начинаем это доброе дело, включаясь в общий мощный поток социальной работы Синодального отдела Московской Патриархии. Склад, который мы открываем, носит статус не прихресткового и даже не епархиального. Это склады патриаршии. По благословению патриарха Московского Ивсия Руси, нашего патриарха Кирилла, открываются повсеместно эти склады гуманитарной помощи. Каритас в переводе с латыни – это милосердие. Именно такое название теперь будут носить эти помещения. Расположились они прямо в цокольном этаже храма. Обеспеченные всеми необходимыми системами противопожарной безопасности и сделанные по всем санитарным нормам, они заняли площадь в 60 квадратных метров. Отец Александр при поддержке председателя отдела благотворительности Новороссийской епархии Андрея Шамро осветили помещение. В числе почетных гостей – директор государственного учреждения Центр социального обслуживания населения Ирина Кайгородова. Много лет ее организация сотрудничает с приходом храма. Еще до создания гуманитарного склада мы очень плодотворно и очень тесно всегда работали с православным храмом Серафима Саровского. Неоднократно пользовались возможностью получать вещи от прихожан, которые добровольно оказывали помощь. И мы, пользуясь таким случаем, приезжали сюда и брали вещи и пополняли свой пункт приема и выдачи благотворительной помощи вторые руки. Поэтому сегодняшний склад и вот эта возможность, что есть социальные партнеры в виде храма, сегодня это еще одна большая помощь и поддержка населению муниципального образования город-курорт Анапа. Сразу после открытия многодетные и малообеспеченные семьи получили подарки. Это продуктовые наборы. Также были вручены благодарственные письма тем, с чьей помощью удалось в кратчайшие сроки наладить работу объекта. Теперь жители города могут приносить свою гуманитарную помощь в храм. Прием вещей ведется 7 дней в неделю. Священнослужители также просят поддержки у предпринимателей города Анапы. Мы просим помощи не только у горожан, которые приносят вещи уже бывшие в употреблении, но также и у бизнеса, потому что нуждаемся и в гигиенических наборах. Спросом очень пользуются, требуются новые вещи, обувь. Мы не способны обеспечить запрос, потому что спрос он превышает предложения наши. Приносить вещи можно в храм преподобного Серафима Саровского по адресу Анапа, улица Маяковского, 111 В, напротив Южного рынка. Наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает новым году наобчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова